Детский сад, школа, каждый вид дорог, все так знакомо, как-никак дома. В этом месте, где вместе мы сочиняем песни, без лести честно, лишь дружбе место. Запомню то детство, оставлю наследство, своим детям и их детям это место. То, кто меня родил, город мне подарил, меня ты покорил, что ни говори. Бодрый, яркий, жизнерадостный, несмотря на временные трудности. Подарок городу ко дню молодежи получился именно таким. И 27 июня новый гимн талантливым, неординарным и целеустремленным представили на озере Светлое. В месте, которое стало центром притяжения. И даже хмурая холодная погода сменилась ярким солнцем, будто сдавшись под напором молодой энергии. То, что мы все такие разные, это нас и объединяет. Мы не должны быть все одинаковые. И это дает вообще плод для творчества. Мы вообще в эту песню вкладывали душу. Мы собирались в течение месяца. И у нас были определенные тексты. Мы что-то редактировали, что-то убирали, что-то очень много раз меняли. И, наконец-то, буквально неделю назад, может, даже чуть больше, мы пришли к идеалу, который мы считаем для нас идеалом. Мы старались, но думаем, всем в этом городе понравится. Но разгуляться на полную не дала пандемия. А потому праздник был немногочисленным и большей частью проходило в режиме онлайн. Но без ключевых моментов обойтись было нельзя. Глава города поздравил тех, кто не дает стоять на месте и дарит идеи для развития. Самое главное, конечно, мы создаем условия для нашей молодежи. Это главный ориентир, чтобы появлялось больше таких площадок, на которых можно проводить время, проводить мероприятия, в том числе такие. Мы благоустраиваем тропу здоровья, на которой можно заниматься спортом, можно прогуливаться, заниматься своим здоровьем. Наша задача – создавать серду для вас, для нашей молодежи, чтобы вы оставались в городе, жили в городе, и чтобы вам нравилось здесь жить. Поблагодарили тех, кто помогает каждый день. Директор ОПК «Октава» – специалистов по работе с молодежью. Сегодня они вместе со своими подопечными выполняют важную функцию, являясь волонтерами. Основное действие вынуждено провели удаленно. Так, например, участницы коллектива «Бэкфам» устроили мастер-класс в режиме онлайн. А на соседней спортплощадке все же удалось устроить соревнования по стритболу. Вариант баскетбола, в который могут играть даже и неподготовленные. Играют три на три, и нет правил, многих правил, которые присутствуют в баскетбол. То есть нет правил трех секунд, нет полы, не так трепетно, то есть хвалам, судей и так далее. Ну, то есть это такой любительский формат. Любительский формат, да. Здесь больше для красоты. Как правильно было отмечено, в городе теперь много точек притяжения. Но одна из них, старейшая, требует особого внимания. Дворец молодежи пребывает в плачевном состоянии. Здание признано аварийным и закрыто по решению суда. Сегодня мы проводили с нашей молодежью мозговой штурм на тему того, что можно там разместить. Чтобы он стал полноценным молодежным центром, чтобы там появился, например, цирк. Для того, чтобы можно было с детьми там проводить время, какой-то досуг. Поэтому я бы хотел спросить у наших горожан, как они считают, что необходимо там разместить, какие-то предложения направить. Мы все предложения детально изучим. От того, что в итоге будет во дворце молодежи, зависит и дальнейшая реконструкция здания. А пока строят планы решения за жителями Нефтекамска.